Привет, ребят. Мне бы сегодня хотелось начать свое выступление с небольшой такой отсылки к DeepVK. И вот Егор уже говорил, что мы пытаемся как бы сидеть на двух стульях. Это ресерч-разработка. И часто мы начинаем что-то ресерчить, и в конце концов что-то у нас получается. Мы делаем какую-то крутую модель, и она едет впрод. Но не всегда это бывает так. Бывают немножко другие истории. И сегодня я, наверное, поделюсь кейсом, как может быть иначе. Началось все несколько лет назад, даже год назад. У нас был разработчик, который занимался синтезом речи. Значит, что такое синтез речи? Что это за задача? Ну, у нас есть какой-то текст, который мы хотим озвучить, и мы хотим передать текст в TTS-модель, которая, собственно, нам озвучит наш текст. Monster made a deep bow. И одним светлым днем Андрей, разработчик, который занимался синтезом речи, нашел такой датасет, в котором есть не только аудиодорожки и расшифровки к ним, а также есть лейблы, с какой эмоцией спикер прочитал эту аудиодорожку. И Андрей, значит, подумал, что было бы прикольно завести модель, которая произносит речь с эмоциями. Как тогда меняется наша задача? Мы подаем модели на вход не только текст, но мы подаем еще лейбл. Какую эмоцию мы хотим синтезировать. И получаем аудиодорожку с эмоциональным окрасом. Класс. И другое направление мысли, которое было у Андрея, что хотелось бы взять стажера в звук. Тогда другие разработчики в звуки не особо хотели брать стажера. И он подумал, почему бы не совместить эти две идеи и не взять стажера на задачу эмоционального синтеза речи, на летнюю стажировку. Так, собственно, я появилась в компании. И задача на летнюю стажировку на два месяца для меня была исследовать эмоциональный синтез речи, посмотреть, работает это вообще или нет. Первый этап, у нас их будет четыре таких больших блока, про которые я буду рассказывать. Это было базовое исследование. Что мы сделали в этом этапе? Мы посмотрели на то, какой у нас есть датасет, поискали другие датасеты, какие у нас вообще есть данные. Напомню, что у нас требования — это текст, соответствующая ему аудиодорожка и эмоция, которая звучит в аудиодорожке. Затем мы научились заводить базовые какие-то модельки по синтезу речи, потому что эмоциональный синтез — это хоть и несколько другая задача, она все равно очень сильно связана к синтезам речи. Мы завели базовый синтез, мы нашли данные, и мы завели базовую модель по эмоциональному синтезу речи. Прошло два месяца, синтез речи на тот момент звучала как-то вот так. Это эмоция злости. В данном предложении вы можете слышать, что есть артефакты в аудио, и если бы я вам не сказала, что это злость, вы бы, возможно, даже это не услышали. Но, тем не менее, по истечении двух месяцев я очень горела вообще задачей синтеза речи. Мне казалось, это чем-то просто волшебным, и я отправила маме сообщение. Вот мой первый синтез речи, я ожидала, что, я не знаю, эту аудиодорожку как-то повешаю дома, и вся семья будет этим гордиться. И, в общем, у меня было, да, очень много эмоций, и было настроение последовать это дальше. Почему? Потому что за эти два месяца мы попробовали не только завести бейзлайн, мы еще поставили пару экспериментов и заметили, что, например, несколько поменяв функционал ошибок, мы можем избавиться от артефактов, мы дальше еще что-то пробовали, сделать речь более экспрессивной. И, в общем, у меня было ощущение, что, ну, прям можно ресерчить эту область, есть что развивать. И, собственно, да, это был наш какой-то резюме, было понятно, что можно сделать лучше. Мы договорились с руководителями, что так я остаюсь в штате, и задач пока нет, то я беру пару месяцев, попробую что-то пересерчить, и как бы если понятно будет, что это никуда не летит, от бизнеса у нас нет запроса, что нам где-то ВКонтакте нужен сейчас эмоциональный синтез речи, мы хотя бы вот это время не потратим зря, мы зафиналим результат и напишем уже статейку на Хаббер, типа мы попробовали это, это, смотрите, и работает, не работает. Ну, не работает, не страшно. Так начался наш второй этап, этап постановки экспериментов. И, значит, сначала нам необходимо было, как для любого исследования, наверное, определить сетап. Мы выбрали датасет, ну, в целом уже выбрали его на этапе стажировки, это был корпус ESD, там не очень много аудио, но 13 часов, 10 спикеров, 5 эмоций, и датасет параллельный. То есть один и тот же текст произносится в 5 эмоциях, 10 спикерами, это круто. Далее мы выбрали вокодер. Задача синтеза речи часто декомпозируется на две области. Мы хотим из текста синтезировать мелспектрограмму, и затем из мелспектрограммы синтезировать аудиоволну. И вот вокодер — это модель, которая делает вторую часть, и смелспектрограмму синтезирует волну. Если вы занимались синтезом речи, вы, наверное, часто слышали про такой вокодер, как Hi-Fi Gun. Его используют очень много где, наверное, там 6 из 10 статей, вышивших в 2023 году, его использовали. Однако мы решили использовать другой вокодер. Также мне руководитель показал вот статью, ASTFT-нет, вокодер, который получает примерное качество, как Hi-Fi Gun, однако он учится в 3 раза быстрее. Вокодер очень долго учится, поэтому это важно. И inference у него тоже в 3 раза быстрее. Эта модель нам понравилась, и мы вот даже обучили на большом корпусе русской речи и выложили на наш GitHub. Если вам актуально, можете брать модельку. Значит, мы зафинали влево-кодер и затем брали бейслайн. Бейслайновым решением стало, собственно, решение, которое мы завели на стажировке. Это базовая модель на основе трансформера Fast Speech, которая просто самым тупым образом берет эмбеддинг эмоций. Мы заводим матричку эмбеддингов, там 5 эмоций на хидены. И каждому эмбеддингу по размерности Sequence Line мы прибавляем эмбеддинг эмоций. И последним этапом для стаб-экспериментов нам необходимо было определить, с помощью каких метрик мы будем сравнивать наши решения. У нас получается сделать лучше или не получается. Мы выбрали несколько видов метрик. Это автоматические и метрики, для которых нам нужен человек. Значит, часто синтез речи оценивается с помощью такой метрики, как MOS. Что такое MOS? Ну вот мы спросили у людей, насколько хорошо звучит это аудио, насколько оно натурально. Человек поставил оценочку от 1 до 5. Мы посчитали средние, сказали, что это Min Opinion Score. Есть также автоматическая метрика, очень много нейросетей, которые предсказывают нам это число. Мы собрали много аудио, много оценок и обучили такую модель. Ну и еще одна метрика, которая была актуальна для нас. Так как мы делаем эмоциональный синтез речи, мы решили оценивать с помощью людей точность распознавания эмоций. Вот мы синтезировали аудиодорожку, в которой была таргет-эмоция счастья. Сколько людей вообще распознало там счастья и услышало. Это все просто этап экспериментов. Дальше, наверное, вот в истории моего взаимодействия с ресерчем начался такой самый приятный этап, которым я просто летала в облаках. Это этап генерации идей. И мои рабочие дни выглядели так, что я читала кучу статей, документировала в Nootion, какие там есть прикольные штуки, что можно было бы использовать для эмоционального синтеза, накидывала какой-то план и ставила эксперименты. Каждое утро я просыпалась, бежала смотреть графики в НДБ, что там как. Слушала аудио. Но проблемы начинаются тогда, когда ты на протяжении двух месяцев слушаешь аудио, и ты вчера на работе вечером слушал, и тебе казалось, блин, суперкруто звучит. Потом ты утром проснулся, переслушал, такой, да не, все, фигня. Два месяца назад было то же самое. И непонятно было, куда мы вообще движемся. То есть если вы вспомните, то объективных метрик для оценки синтеза не так много. Ну типа это нейросеть, которая предсказывает число от 1 до 5, и для всего остального вам нужны люди. У вас взгляд замыливается. Тогда я обратилась к своим коллегам, составила такой опрос, и мои коллеги героически прослушали 45 аудио, и поставили мне оценочки, рассказали там, что как по эмоциональности, по качеству. И проанализировав эти результаты, мы поняли, что вообще-то у нас за эти пару месяцев получился классный прирост в качестве. И, наверное, это выливается во что-то большее, чем статья на Хабре, типа мы попробовали вот это и вот это. Тогда мы решили, что попробуем-ка написать статью на какую-нибудь конференцию. Ну значит, какие бывают конференции? Они бывают разные от ASTAR, BC и так далее. Чем выше уровень конференции, тем сложнее на нее попасть. Тем ниже acceptance rate, тем больше статей туда подается, и тем выше вероятность, что статья, опубликованная на этой конфе, станет чем-то там судьбоносным для области. Мы выбрали для нашей цели inter-speech, точнее воркшоп при интер-спече. На inter-speech, во-первых, был на два месяца раньше дедлайн, мы просто не успевали написать. Во-вторых, на воркшоп часто проще попасть, плюс воркшоп был посвящен синтезу речи, и для эмоционального синтеза там был отдельный трек, потом оказалось, что это хороший мэтч. Окей, мы переходим к третьему этапу, этап написания статьи. Про что в итоге писать-то будем? Ну, изначально звучало это все так, что мы сейчас напишем статью, в которой будет пять архитектурно независимых улучшений, которые вы можете применять к вашим моделям синтеза речи, и вообще мы одной из моделей сделаем state-of-the-art модель для эмоционального синтеза речи. Как часто бывает, на практике выходит не совсем так. Мы в итоге написали статью про четыре улучшения, которые вообще-то архитектурно зависимы, ну и качество у нас лучше на конкретной архитектуре, которую мы опробировали, но это все еще не state-of-the-art модель для эмоционального синтеза речи. Ну, в общем, да, вышло, что вышло. Двигаемся дальше. Что это за четыре такие улучшения, которые мы предложили? Первое улучшение — это изжимавс-предиктор. Значит, для того, чтобы понять, что это такое, я предлагаю посмотреть на архитектуру вообще бейзлайна, которую мы улучшали, и заметить, что вот такая стрелочка сверху на блок варианта давертера зеленым цветом процвеченным показывает на блок с многоточием. Это блок, который отвечает за предсказания по размерности sequence length каких-то признаков, которые важны нам для синтеза аудио, такие как амплитуда, частота, энергия. Окей, мы видим, что нам авторы оставили многоточие, и они предполагают, что мы можем блять какие-то свои блоки. Мы добавили блок, который предсказывает признаки, коррелирующие с эмоциями в аудио. Так как мы делаем эмоциональный синтез речи, это кажется логичным. Есть такой набор признаков, там всего 88 признаков, и чтобы понять, какие из этих признаков использовать, мы решили сначала пробовать решить задачу классификации, извлечь все эти признаки из нашего датасета. Построили такой график, на который показывает, что чем больше фичей мы используем, тем выше качество мы получаем на классификации эмоций. Окей, это достаточно логичный вывод, но кажется, что у нас за этого было две фичи, которые мы предсказывали. Сейчас предсказывать 88 не очень хочется, поэтому мы решили вот так отрезать и сказать, что нас устраивает 7 фичей. Для начала мы пробуем предсказывать только 7 признаков, самых важных, и посмотрим, как это влияет на синтез речи. Кажется, что задачи классификации аудио и задачи синтеза вообще-то не обязательно 100% коррелируют. Поэтому мы обучили 8 моделей. Модель, которая вообще не использует такие признаки. Модель, которая использует 1, 2 и так далее признаков. И заметили, что модель, которая использует 2 признака, выбиралась нашими асессорами чаще. Поэтому мы решили использовать 2 признака. И, собственно, да, все остальные эксперименты проводились с этими двумя. В общем, улучшение звучит так. Давайте будем предсказывать 2 важнейших признака для распознавания эмоций при синтезе речи. Второе улучшение, которое мы предложили, это Conditioning Layer Norm. Что такое Conditioning Layer Norm? Это другой вид нормализации, который позволяет нам предсказывать Scale Bias в зависимости от того эмбеддинга или какого-то другого вектора, который нам как-то обуславливает нашу последовательность, другие Scale Bias. Значит, мы Conditioning Layer Norm решили использовать в блоках трансформера, которые изначально есть в энкодере и в декодере нашей оригинальной модели. И просто банально заменили Layer Norm на Conditioning Layer Norm. Это наше второе улучшение. Заменили все блоки нормализации с Layer Norm на Conditioning Layer Norm. Третьим улучшением стал Conditioning Cross-Tension. И прежде чем рассказать, что это такое, я хотела бы задать такое на словах, теоретическое обоснование, и потом показать, почему вообще это нужно. В общем, по-умному это звучит так, что мы хотим учитывать важность конкретных токенов при синтезе последовательности с конкретной эмоцией. Что это значит на примере? Ну вот у нас есть с вами предложение. She is now choosing skirt to wear. Звучит оно в злой эмоции как-то так. И после прослушивания этого предложения, посмотрев на него, вы могли заметить, что кажется, что какие-то части в этом предложении отвечают за злую эмоцию больше, чем другие. Ну то есть на каких-то местах спикер делает больший акцент. Мы решили, что мы должны это учитывать. Хотя в бейслайн-модели мы часто берем просто эмбейдинг эмоций злости, и вот к каждому токену по размерности с секвенслайн мы тоже прибавляем. Ну и, собственно, attention — это прекрасный вид для того, чтобы использовать такой взвешенный вид взаимодействия нашей последовательности с эмбейдингами эмоций. И в качестве такого обуславливания мы использовали блок cross-attention, где в качестве query у нас идет выход из предыдущего слоя трансформера и в качестве k-value эмбейдинга эмоций. Это наше третье улучшение. Заменили операцию сложения эмбейдингов на cross-attention. И четвертым улучшением финальным стал adversarial обучение. Мы заметили, как и другие исследователи, что когда ты такую простую архитектуру, как fast-pitch, начинаешь пичкать разными расширениями, такими как мультиспикер модальность либо разговор в нескольких эмоциях, она начинает немножко больше артефактов генерировать. Потому что ей нужно при том же объеме решать более сложные задачи. И для того, чтобы избавиться от таких артефактов, в литературе было несколько примеров, что можно использовать adversarial обучения. То есть мы дискорбинатору показываем нашу мел-спикрограмму, которую мы генерируем, подаем вектор эмбейдинг нашей эмоции, с которой мы хотели сгенерировать это предложение, ну и обучаем классическим, с помощью классического лоз. Супер, теперь понятно, да, что это за улучшение. Нужно просто написать текст. Думала я, и думала, что это будет второй мой любимый этап в работе над этой статьей. В реальности, конечно, вышло все не так сладко. Значит, самое неприятное, что может произойти с вами, когда вы начинаете писать статью, это то, что вы думаете о том, что надо было бы, наверное, построить вот такой-то график, посмотреть, как вот это вот влияет. Вы начинаете строить какой-то график и находите какую-то багу. И, типа, когда вы находите эту багу на этапе постановки экспериментов, это даже нормально. Ну, то есть вы просто подумали, окей, не работает, исправили. Когда у вас остается ограниченное количество времени до сабмита, ну, это вообще очень больно. Это просто там серия инфарктов, которая по тебе вот так вот бьет, потому что тебе нужно уже отправить статью. Вот, и моя вторая, наверное, такая ошибка была, что я за помощью какой-то со стороны обратилась довольно поздно. Очень долгое время я копалась сама вот в этом во всем. И потом я такая прихожу к Егору, Егор что-то делает. И я такая, посмотри, вот тут исправила, вот тут исправила. Егор там нон-стопом оставлял мне комменты. Ну, также обращалась за помощью к другим коллегам. Вот. И финальная, наверное, драма, которая произошла на этапе написания статьи, это то, что мы не могли ее отправить. Мы немножко запутались в дедлайнах. На некоторых сайтах эти дедлайны были обозначены как по времени «Эннивейон-Верс», где-то они были по Лондону. И в итоге, в финальный момент, мы просто не могли отправить PDF. В тот момент я решила написать организаторам конференции и спросить, что вообще происходит. Они буквально через секунду мне ответили, что они открыли сабмит. Я засабмитила. Вот. И даже дедлайн потом продлили на несколько дней. Ну, видимо, я не одна. Немножко запуталась в дедлайнах. Супер. Что мы отправили? Мы отправили статью, с которой можно ознакомиться по QR-коду. Если что, она будет еще потом в конце презентации. И мы ждали результатов. Ждали результатов в течение, наверное, полутора месяцев. И вот пока мы их ждем. Давайте посмотрим на, собственно, результаты, что у нас получилось. Значит, мы сделали последовательно четыре улучшения к нашей безлайн-модели. И из изначального синтеза, который звучал вот так, мы получили синтез, который звучит вот так. Мы видим, что стало меньше артефактов. Ну, и выразительность речи, она стала такая более экспрессивная. Где-то стало больше пауз. Дальше интересный результат, который мы получили. Собственно, Егор обратил мое внимание как-то на то, что было бы здорово посмотреть вообще на веса интеншена, что там с ними происходит. Потому что мы так сказали, конечно, что какие-то токены важны больше, чем другие, но никак это не показали. Мы построили такие графики. И вот здесь есть предложение Monster made a deep bow, синтезированное в двух эмоциях. Эмоция грусти. И можно слышать, что в эмоции грусти мы часто, когда хотим передать какой-то драмы своему голосу, мы к концу как-то так понижаем наш тон. Ну и, собственно, здесь наши веса интеншена тоже становятся ниже к концу предложения. В эмоции удивления же наоборот. Мы к концу видим рост на последних токенах весов интеншена. И это тоже логично, потому что часто эмоции удивления связаны с вопросительной интонацией. Deep bow. Аудио, которое это подтверждает. Чтобы понять, что это не Cherry Peak, мы, конечно же, посмотрели на всем тестовом датасете, что такие тренды, они есть. Наши тренды подтвердились. И тогда нам оставалось только ждать решения. Остальные дни я, наверное, проводила, я знала, что решение будет примерно через месяц, но я все равно каждый день проверяла почту и OpenReview. Каждый день заходила, вот так вот скролила, обновляла Gmail. Думала, что ответ придет в тот же момент. Момент, когда я получила ответ, я выходила от кардиолога, потому что у меня болело сердце. И я подумала, черт, надо было, наверное, за секунду пораньше получить и зайти попозже к врачу. Решение было положительным. Ура, назвали на воркшоп. И, ну, если честно, это была такая эмоция, скорее, что тебя отпустила, чем эмоция счастья, потому что, ну, тебе просто было страшно после этого всего как-то, наверное, не получить одобрения от комьюнити. Ну, и мы увидим, да, собственно, что к этому моменту мы уже как 8 плюс 3, 11 месяцев, да, занимаемся нашими исследованиями. Это был довольно большой путь. Но это еще не все. Нам нужно было рассказать как-то про наши исследования. Мы решили готовиться к конференции, раз уж нас взяли. И здесь было тоже несколько этапов. Ну, во-первых, мы решили готовить код и статью. Надо понимать, что тебе говорят, да, мы тебя берем, но... И дальше идет огромный список из того, что у тебя не так, с очень подробными комментариями, которые тебе все еще нужно исправить. Плюс мы хотели подготовить код к релизу, потому что, ну, это моя личная боль, что когда там люди выкладывают какие-то статьи, там нет кода, ты не понимаешь, как это завести. Мы хотели, чтобы на нашей статье был код. Дальше надо было оформить командировку во Францию, так как конференция проходила во Франции, в городе Гренобель. Для ВКонтакте это тоже нередовая ситуация, когда сотрудники едут командировку во Францию. Расходы. Этот этап мы тоже прошли. И нужно было получить в 2023 году французскую визу, что тоже не просто по разным причинам. Одна из причин, например, то, что мы не могли записаться, и мы поехали в Казань для того, чтобы получить визу. Ну и подготовить выступление. Выступление бывает двух видов на конференциях. Ты можешь либо стоять в большом зале со своим постером, к тебе будут проходить люди, и ты будешь рассказывать, отвечать на вопросы в режиме такого живого диалога. Или у тебя может быть вот тоже презентация. Презентацию обычно набирают чуть меньше количества людей, но вот у нас была презентация. Ну и, собственно, презентовать работу. Здесь начнется тоже небольшой блог про то, как, собственно, прошла конференция, как мы презентовали работу. Конференция, да, проходила в городе Гренобль три часа от Парижа, и конференция шла три дня. Там было 40 статей. Интересный факт, я была единственным человеком, кто оффлайн был из России. В первом дне мне запомнилось несколько вещей. Ну, во-первых, это мой первый штраф в Европе на 40 евро. Но 40 евро — это цена, на которую я сторговалась, поэтому я с чем гордиться. Также я встретила трех человек, кто знает, что такое ВКонтакте. К этому я не была готова, потому что я там каждому начинала говорить «I'm from VK», «VK is…» Ну, и как бы тут, когда слышишь людей, которые уже знают, что это такое, тоже приятно. Ну и, собственно, доклад леда, спича, ресерча, гугла, который был посвящен трендам в области синтеза речи. И он просто, наверное, озвучил те вопросы, которые были у меня, пока я там большую часть времени все-таки одна занималась ресерчем, и вот они у меня возникали, и тут человек это озвучивает с такой большой арены. Ну, это было просто незабываемое ощущение, и я бы хотела вам рассказать сегодня про эти ключевые направления синтеза речи, такие небольшие инсайты. Значит, какие у нас вообще сейчас есть проблемы с синтезом речи? Ну, синтезировать речь вообще в общем это не проблема. Есть данные, есть модели, очень разные, хочешь побыстрее, хочешь получше, хочешь на потоках, хочешь на трансформер, хочешь на диффузиях, вообще. Проблема в том, как сделать речь естественной, натуральной. И здесь мы приходим к проблеме просодий. Значит, просодий это больше, чем эмоции. Часто вот просодиями понимают эмоции. Вот я там в своей работе синтезировала речь с пятью эмоциями, да, но если посмотреть там на меня в состоянии грусти и там на вас в состоянии грусти, и вы будете в этом состоянии разговаривать там со своим преподавателем, со своими друзьями, со своим партнером, вы будете звучать вообще по-разному. У вас будет совершенно разный голос. И здесь есть несколько полутонов, и мы вообще-то даже в теории не знаем, как декомпозировать, как описать вот эту разницу в голосе, которая у вас возникает в этот момент. На этот момент хочется уделить больше внимания, больше ресерч в этой области. Следующий момент это методология оценки. Значит, я вот говорила, что все оценивают метрику MOS, да, эти самые циферки по шкале от одного до пяти. и с MOS есть несколько проблем. Первая, это не абсолютная метрика, она там невоспроизводима никак. Надо понимать, что там ты берешь одну и ту же модель, смотришь на разные статьи, разные статьи брали разных людей, аннотаторов с разным уровнем английского языка, брали разное количество сэмплов и получают вообще разные оценки. Более того, кажется, что оценка речи в пять цифр не укладывается. Ну, типа, это более сложная вещь. Пока непонятно, как это решать, но было буквально, я не знаю, четыре статьи, где люди выходили и весь доклад, всю статью посвящали тому, какая это отвратительная метрика. Ну, также в другой своей статье не считает MOS, потому что альтернативы пока нет. Но кажется, что это большая область, надо придумывать методологию оценки синтеза речи. Следующее представление, следующее направление для исследований это анализ скрытых представлений. Вот в последнее время повыходило очень много статей, как можно использовать self-service модели, в том числе для синтеза речи, для расшифровки и так далее. И вот одно из таких методологий использования это вот, давайте мы будем теперь нашей акустической модели предсказывать не мел-спектрограмму, а какое-нибудь скрытое представление, например, там, хидден Хюберта. Потом будем его разжимать вакодером. Мы это делаем, но мы это делаем как немножко такие неандертальцы, типа, нам сказали, что это работает, мы это используем, но у нас не хватает работ, которые бы анализировали хидден и векторов и говорили вообще, что там Хюберта лучше, чем в АвтоВеех. Есть какие-то работы, но кажется, что хочется больше внимания, анализа этих скрытых представлений по разным моделям и по разным слоям. Еще один интересный момент это поиск оптимального фонетического представления. Я была очень удивлена, когда там получала ревью, и мне где-то ревьюер написал, что типа, ты, наверное, имела в виду не фонемс, а фонс, и я смотрю, что он не исправил мне это в другом месте. Я думаю, ну, странно, я вроде в Гугле переводила, я думала, это примерно одно и то же. Оказалось, что нет. Значит, в чем есть разница? Вот у нас с вами есть в русском языке там 33 буквы, 43 фонемы. Фонемы — это вот то, что мы там во втором классе пишем транскрипцию слова «счастье», там «счастье» через «ща». И вот фонемы у нас больше, чем букв. И часто, когда мы решаем задачу синтеза речи, мы приходим от букв как раз к фонемам, так как это более точное представление того, что я хочу сказать. Но если вы, опять же, посмотрите там на меня и на Егора, и на Антона, мы там будем сегодня говорить слово «ресерч», мы его произносим несколько раз, это слово будет супер отличаться. Ну, то есть там наши «ча», они вообще просто супер уникальны. Ну, даже я несколько раз подряд говорю, и они отличаются. При этом на тексте мы имеем одно и то же представление, да? И здесь у нас возникает проблема, что мы пытаемся одним и тем же, одной и той же транскрипцией замапить вообще совершенно разные произношения. Кажется, что вот фонс — это те истинные звуки, которые мы можем издавать при речи, они не описываются каким-то дискретным пространством с 43-мя циферками или символами, их намного больше. И заключительное направление, которое интересно было бы «ресерчить», это контекстно-зависимый синтез, по нему почему-то было мало работ, он относится к области синтеза длинных последовательностей. Например, мы хотим синтезировать аудиокнигу, и нам важно не просто хорошо произнести одно слово либо предложение, нам важно консистентно говорить целый абзац. Вы должны не отвлекаться, вам должно быть интересно, там должны быть какие-то спады, переходы эмоций. И вот одна из работ на воркшопе от коллег из Apple была посвящена как раз этой проблеме. Они выучивали alignment, похожим нашему механизмам attention, только в качестве key-value они подбывали уже не embedding эмоций, а embedding берта и учили на более длинных последовательностях несколько предложений, синтезировали их. Это все с первым днем конференции, у нас есть еще два. Значит, во втором дне мне запомнилась гала-динер, который был устроен для всех участников конференции. Вечером нас привезли в замок, там был джазовый концерт, там от француза одного из ресерчеров я узнала интересный рецепт блинчиков на ликере и пиве, который, к сожалению, еще не попробовала. И был еще классный круглый стол, посвященный этике синтеза речи и тем проблемам, которые у нас есть. Значит, я вообще не была в курсе, но Voice Actor, это такой человек, который донатит свой голос для разных целей обучения моделей для синтеза речи, рассказал, что сейчас в Штатах вообще все Voice Actor, все дикторы, они не работают, они на забастовке, потому что им не нравится, что их голос используется для притрейна вообще каких-либо моделей. И это на самом деле объяснимо, потому что если мы научимся делать истинный Zero Shot Synthes, что такое Zero Shot? Это не когда мы там не видели этот голос, мы его подаем модели, она нам его синтезирует, это One Shot. Zero Shot — это когда мы как в изображениях можем просто сэмплировать уникальный голос. Если мы научимся сэмплировать уникальный голос, то мы больше не будем платить многомиллионные контракты нашим спикерам, просить их разрешение использовать их голос для нашего ассистента голосового или еще какого-то. Мы будем просто синтезировать уникальный голос. И в этой области сейчас много внимания. Ну и, соответственно, ресерчеры хотят легально использовать данные для обучения модели, а Voice Vector отстаивают свое право на уникальное право голоса и не хотят отдавать голос для обучения модели. Ну и третий день запомнился мне презентацией. Это все, наверное, перекрыло все остальные эмоции, поэтому я ничего не помню с третьего дня больше. Презентация прошла хорошо. Я ожидала, если честно, более чего-то плохого. У меня было несколько ожиданий. То есть, во-первых, я к моменту поездки на конференцию уже больше года занималась этим ресерчем. И, конечно, я уже думала, что, блин, если бы я начинала, я бы сделала все по-другому. И поэтому мне уже казалось, что сейчас я приеду с какой-то моделью, FastPitch, ей уже сто лет в обед, там, наверное, все будут что-то на потоках делать. И там первый вопрос, который я задавала людям, это типа, ну что, какая у тебя архитектура любимая, там, за какими ты думаешь синтез речи. Но здесь меня на самом деле успокоило то, что большую часть людей ставили эксперименты на архитектурах на основе трансформеров, потому что это хороший бейзлайн, хороший способ для того, чтобы проверить ваш конкретный эксперимент. Вы не целитесь всегда в соту. Часто ресерч занимается решением узкой конкретной задачи. Все понимают, что ты там можешь взять потоки, там у тебя будет чуть повыше качество. Ну и было здорово вообще увидеть такую вовлеченную аудиторию, то есть ко мне там после доклада подбегали люди и там спрашивали, вот кондиционер-норм ты использовал там до или после или вместо, потому что я вот пробовал вот так, у меня так не работало. Ну то есть ты видишь просто там плюс сто человек, которые занимаются примерно тем же самым, что и ты, у тебя от этого такой небольшой диссонанс, что типа, ого, столько людей по всему миру тоже думают о тех же проблемах, что и ты. Поэтому поездка на конференции точно полезная вещь. Ну собственно, что дальше? Вот мы закончили наше исследование, наверное сейчас, да, мы уже выставили код, съездили на конференцию, можно поставить точку, но на самом деле мы очень загорелись теми идеями, которые услышали на конференции, поэтому хотелось бы продолжить исследование в эту сторону. Вот на слайде подсвечены три темы, которые мне очень интересны, и я продолжу, наверное, исследовать их со студентами уже, попробуем поцелиться в что-то большее, чем воркшоп, вот может попасть на какой-то mainconf в следующем году или позже. Если вам интересно узнать больше про наше исследование, можно прочитать нашу статью, можно послушать сэмплу. Если не очень интересно, но у вас есть гитхаб, можно зайти на гитхаб, поставить нам звездочку, потому что теперь каждый день я проверяю, сколько у нас звездочек на гитхабе, и мы радуемся каждой новой звезде. На этом у меня все, я буду рада ответить на ваши вопросы и постараюсь все запомнить.